Приветствую вас на все вопросы, кроме того, насколько ваши проблемы серьезны, ответ утвердительный. Кроме вот только вопроса о том, насколько ваши проблемы серьезны и вот почему. Дело в том, что вы предлагаете нам оценить то, насколько серьезна ваша проблема, при том, что мы вас не знаем, мы не знаем, насколько глубока ваша проблема, насколько она сильно на вас влияет, насколько глубоко ваша проблема укоренилась и, соответственно, насколько она статична. Я полагаю, что после того, как будет проведен анализ, после того, как вы побеседуете со специалистом, которого вы можете выбрать, в том числе на нашем ресурсе, можно будет уже делать тогда выводы о том, насколько серьезно. Но я не думаю, что самооценка, как и обозначение, так сказать, перспектив и горизонтов на что-то серьезно влияет. Если честно, я думаю, что все с точностью, да наоборот, то есть я думаю, что ни на что абсолютно не влияет оценка. Что касается оценки серьезности проблем, что касается самой ситуации, которую вы описываете, то здесь речь идет о том, что ваше напряжение, как напряжение любого человека, связано, как правило, с рядом внутренних противоречий, конфликтов, страхов, с чрезмерной значимости того или иного, чем человек занимается и чего он хочет достичь. Надо сказать, что ваши действия, которые вы описываете как неуместными, то есть неуместные, то есть, ну вот, когда вы пишете, что вам хочется выдавливать смех, да, делать лишнее телодвижение, это все по сути является действиями для того, чтобы напряжение снять, потому что само оно для организма достаточно изнурительно, ну для любого организма, не только для вашего. Вот. Отсюда можно, в общем-то, сделать вывод, что то, что с вами происходит, это, в общем, вполне естественно. Так вы пытаетесь как-то уменьшить то давление на себя, которое имеет место быть. Вот. Ага. Ну. Когда вы напряжены сильно. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос, на мой взгляд, куда более важный вопрос заключается в том, из чего у вас это самое напряжение появилось. То есть, это напряжение появилось после того, как вы начали общаться с людьми, прервав период необщения. Или это началось после какого-то времени, ну, по прохождению, по прошествии какого-то времени, когда вы... То есть, необходимо установить, что именно вызывает у вас напряжение. Это может быть просто банальная тревога, которая ответствует о том, что, например, вы занимаетесь не совсем, ну, не совсем вашими, не совсем своими занятиями, не совсем своими вещами. Вы занимаетесь и что-то вам нужно менять. Но все это из области предположения. Ваша проблема разрешаема. Ваш вопрос, он не необычен. В том смысле, что психологи, практики, по крайней мере, часто имеют такое проблемное дело. И, по сути, вы описываете очень поверхностное состояние почти любого человека, имеющего психологические трудности. Другой вопрос, что вы абсолютно не говорите всем, с чем это нервное напряжение связано. И, вообще, есть ощущение, что вы нервное напряжение, как будто бы, вот, есть вы, а есть нервное напряжение. И, типа, оно живет вообще своей какой-то отдельной жизнью и вы здесь ни при чем. На самом деле, это не так. Это полностью, наверное, сорвалось. Нервное напряжение вам, в том числе, для чего-то нужно. И, как такой, не самый вероятный сценарий развития событий, но, как показательный, как наиболее показательный сценарий развития событий, я могу предложить вам страх успеха. То есть, вы боитесь достичь успеха, потому что, либо считаете себя недостойным его, либо испытываете чувство вины, будете испытывать чувство вины, если его добьетесь. И, таким образом, вы себя, собственно, оберегаете от этого самого успеха. Для того, чтобы не достичь его и жить в относительно спокойном психологическом состоянии, хоть и, естественно, неудовлетворенным и даже напряженным. Вот, примерно так, я думаю, можно вам ответить. Вот, такой можно дать вам ответ. То есть, я думаю, что имеет смысл поисследовать, чем вызвано напряжение, поисследовать, чем вызвано то, что вы не имели общения с людьми и были дома. Дома, я так понял, один. И, соответственно, как это все взаимосвязано. Очень важную роль здесь играет потребностная сфера, сфера ваших желаний, которая также нуждается в корректировке, которая также нуждается в том, чтобы быть исследованной, которая также нуждается в том, чтобы быть раскрытой. Вот, в том числе, раскрытой вам на случай, если вы не знаете, что происходит вообще на случай, если вы не отдаёте себе отсчёт в том, что с вами происходит и почему. Вот, и, соответственно, тогда, я думаю, что тревога, а точнее, ваше напряжение падёт на спад. Вот. Конечно, может быть, это произойдёт не сразу, это может быть, будет, может быть и, скорее всего, это будет происходить постепенно. Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем вот то, что вы сейчас как бы сами себе предлагаете. Таким образом, да, ваша проблема вполне решаема, ваша проблема решаема, но при наличии желания с вашей стороны, при наличии желания с вашей стороны этим заниматься. Вот. Если такое желание, соответствующее желание у вас есть, если такое желание у вас имеется, то я полагаю, что решить ваши проблемы будет вполне возможно. Вот. Повстарюсь. 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 В том, что касается сложности проблем, я ничего не утверждаю, потому что слишком мало информации. Но, вы молоды, вам 25 лет, я полагаю, что всё можно сделать в относительно небольшие сроки. Но, ещё раз повторю, всё зависит от именно генезиса вашей проблематики. На этом всё, я надеюсь, что он помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Спасибо за просмотр!